Продолжение следует... В следующие два часа мы представим отчет о результатах за 2020 год. После этого представим творческую концепцию, первый этап в 2021 году и в следующие годы, и также планы на следующий год. По адженде, приблизительно 20 минут у нас будет презентация об отчетах года и приблизительно час сорок творческая концепция и планы следующего года. Если по адженде нет вопросов, то мы можем начинать. Продолжение следует... 2020 год был очень интересным. Это был год перехода на следующий этап развития фонда, это был год пандемии, год запуска проектов, год в котором мы думали про содержание, год в котором про нас много писали. Основными фокусами 2020 года было сформулировать творческую концепцию будущего мемориала. Была задача, исходя из нового этапа, обновить команду, запустить первые проекты и, в общем, начать действовать так, как будто музей уже работает. Также в апреле-май этого года мы были под информационной атакой, это также повлияло на ряд стратегических решений и стало нашим фокусом. Всего в 2020 году мы планировали реализовать 32 проекта, хотя несколько проектов были сдвинуты на 2021 год. Мы вместо них сделали ряд других. В итоге у нас было реализовано 13 контентных, 17 научных и образовательных, 5 проектов на территории. Всего около 35 проектов. После того, как я расскажу о контентных проектах, я хочу отметить, что мы начали заниматься ими еще до того, как была сформулирована творческая концепция. И первые успехи, по сути, легли в ее основу. Практически все контентные проекты у нас возникли в этом году. Большинство из них, они были новыми, как для украинского культурного рынка, и они требовали немного другого опыта, и готовых решений, в общем, не существовало. Также важно, что было ряд внешних факторов, которые осложняли запуск и ковид, и споры вокруг того, что можно делать на нашей территории нельзя ввиду еврейского кладбища. В принципе, ранние фазы и мемориалы, репутационные атаки на художественного руководителя. Но наша главная задача была начать работу с аудиторией уже с первого дня. И поскольку разные проекты требуют коммуникации с разными аудиториями, мы выбрали разные форматы, и видео, и аудио, и прогулки. В 2020 году, наверное, первое, с чего там хочется начать, это создание творческой концепции. Она была создана междисциплинарной командой из 20 международных экспертов. Не сегодня все на звонке, и сегодня ее презентуют. В рамках разработанной творческой концепции нами был подготовлен архитектурный бриф, не только на наш участок, но и на всю территорию. Есть предварительные договоренности с архитектурными бюро и потенциальными членами жюри. Конкурс один из ключевых мейлстонов у нас на следующий год. Для того, чтобы сделать, подготовить такой бриф, часть этого года мы посвятили детальному исследованию всей территории, собрали все исходные геологические, исторические материалы. В 2020 году мы создали уникальную 3D-модель ландшафта Баби-Вояра с помощью топографических карт, аэрофотоснимков, старых архивных фото-видеоматериалов. Кроме того, была разработана уникальная платформа для анализа исторической информации, которая поможет нам в рамках музея рассказать историю Баби-Вояра. Мы собрали базу из более 20 тысяч имен жертв трагедии, в том числе нашли 900 новых. Более 700 тысяч документов было оцифровано, на базе чего мы создали цифровой онлайн архив фонда. Проект «Разговор» – один из таких важных проектов, он не был реализован в полном масштабе в этом году, из-за пандемии мы его в 2021 году перестроили. В 2020 году мы начали поддержку системную праведников, начиная с момента, когда у нас произошел COVID. Мы записывали также с ними интервью, искали новые истории вместе с проектом «Слово праведника». Впервые у нас вышло уже шесть эпизодов великого украинского режиссера Сергея Лозницы, которые охватили более миллиона человек. Всего сейчас готово 12 эпизодов, пока в 80-е годовщине их будет 25. Во время работы с архивами Сергей открыл материалы, многие из которых еще никогда ранее не были опубликованы. Так, например, найдены материалы киевского процесса 1946 года, и из них будет сделан отдельный фильм. С первого дня работы мы начали собирать коллекцию, формировать фотоархив, коллекцию артефактов, архив оригинальных документов. Собранные материалы мы сразу оцифровываем, таким образом у фонда появилась уже своя цифровая библиотека. Мы издали сами вместе с партнерами на украинском языке первые семь книг в нашей тематике. Они были распространены во все ключевые университетские, областные, национальные и академические библиотеки. Мы запустили онлайн-платформу, которая выполняет задачу, чтобы музей уже работал для посетителей, несмотря на COVID. В этом году запустили аудиоспектакль вместе с Михаилом Зыгарем. Также подготовили интерактивный дневник с более чем 20 различными сценариями. Небольшой проект забороны у нас был закрыт, а также трудные вопросы о холокосте с Ядбашем мы перенесли на 2021 год из-за пандемии. Переходя к научным и образовательным проектам, я хочу сказать, что мы прошли достаточно сложный этап изменения команды в части науки, который сопровождался большими рисками. Но в апреле этого года мы ситуацию стабилизировали и в 2021 год смотрим с большим оптимизмом. Основными задачами на этот год с точки зрения науки и образования было обеспечить институциональную преемственность, запустить два научных средств института и создать важные предпосылки и продолжить развитие холокост-стадия. Все исследовательские проекты, которые были запущены в 2019, они были продолжены в 2020. Мы также запустили множество новых, которые позволяют нам сформировать базу для будущей экспозиции. Я начну с образования. Мы запустили бета-версию образовательной платформы. Ее сейчас тестируют 17 школ. И в 2021 году мы планируем полноценный запуск к 80-й годовщине. Несмотря на пандемию, мы записали почти тысячу свидетельств очевидцев холокоста и Второй мировой войны. И это отвечает запланированным планом создать самый большой в Восточной Европе архив устной истории о холокосте. Иллюстрированная энциклопедия Бабьего Яра является одним из ключевых и знаковых наших проектов. За 2020 год были созданы глоссари, библиография. Мы планируем электронную версию издать к 80-й годовщине. Мы провели собственное исследование границ всех кладбищ Бабьего Яра, их там очень много, более 7, которое подтвердило выводы еврейских организаций. Мы исследовали новые детали расстрела военнопленных евреев, которые были накануне массовых расстрелов 1941 года. Сделали первое исследование документов криминальных дел относительно уничтожения пациентов психиатрической больницы. Я рад, что руководители психиатрической клиники присоединятся и сегодня представят свое видение работы с нами. В этом году мы провели социологическое исследование. Его результаты нам позволяют понять, какое сейчас отношение к темам Холокоста, Бабьего Яра, Цидиукраинцев, деятельности, фонда. Вместе с Центропой, ведущим Европейским институтом по изучению и сохранению еврейской истории, мы реализовали ряд образовательных семинаров для учителей и программшкольников. Мы закончили описание хроник Холокоста, успешно запустили стипендиальный проект фонда. Сейчас идет конкурс студенческих аспирантских работ. Мы впервые сделали перевод цидыш песен евреев в гетто Буковины и Приднестровья. Это открывает ранее неизвестный уникальный этнографический материал. Вместе с Днепровским университетом мы сделали исследование о Сталиндорском еврейском национальном районе. И это также открывает серию исследований о национальных еврейских районах на юге Украины, которые были практически все уничтожены во время Холокоста. Мы начали создавать описание материалов о событиях в Бабе-Миру, которые находятся в госархивах разных стран Европы. И благодаря этому уже сейчас имеем понимание, какие архивные материалы нуждаются в дальнейшем исследовании. «Хроники оккупации Киева» – это наиболее полная картина событий жизни Киева за два с половиной года немецкой оккупации. Мы закончили в этом году 41-й год, и в следующем году этот проект мы планируем продолжить. Мы создаем перечень материалов, которые хранятся в украинских государственных архивах. И среди сотен миллионов документов мы выбираем те, которые нужны для работы фонда. И это позволяет сфокусированно создавать необходимую архивную базу для исследований и для экспозиции. Проект описания всех аспектов и сторон бытовой жизни Киева и Киевлянских годов мы перенесли на 21-й год. И, наверное, последний важный проект в блоке науки и образования – это исследование о местах расстрелов евреев в 41-м году. Он был сделан творческой командой Максима Рахманейко и исследователями Мартином Дином, Кругловым. Мой фонд делал его полтора года. В этом году он был закончен и был презентован. Переходя к проектам на территории, я хочу сказать, что уникальность Бабиева Яра в том, что мемориал находится в непосредственном месте трагедии. Это бывает далеко не всегда, не со всеми музеями и мемориалами Холокостом, мы это знаем. Мы считаем эту землю сакральной и считаем очень важным менять к ней отношения людей. Поэтому мы уже в этом году запустили ряд проектов, которые призваны обратить внимание, что это место трагедии, а не обыкновенный парк. После исследования точных мест расстрелов на месте, где были сделаны фотографии Игана Сахёля, мы установили четыре гарнитные скульптуры, внутри которых монтированы монокуляры. Это пример того, как можно работать с историей на территории Бабиева Яра. Мы сделали уникальную инсталляцию, сложная инженерная система из 74 независимых источников звука, работающая круглосуточно под открытым небом. Мы сделали проект под названием «Зеркальное поле», проект, который мы изначально не планировали. Он был создан на нашем участке, инсталляция стала ключевой в мероприятии 79-й годовщины. В этой подиуме смотирован орган, который переводит имена погибших в цифровое звучание по принципам гематрии. Вокруг поля установлено пять гарнитных скульптур. Уже 30 тысяч человек, несмотря на плохую погоду, его посетило. Это будет один из таких знаковых проектов Баби Меру в следующем году и в дальнейшем. Нуэль Херц сделал уникальный архитектурный проект в синагоге. Сейчас ведутся работы по подготовке к возведению, получению всей необходимой документации. Мы подготовили свою первую арт-инсталляцию в городе и планируем ее открыть на 27 января, на День памяти жертв Холокоста. Переходя к бюджету, в этом году у нас было шесть доноров. Бюджет фонда составил 7,9 миллионов долларов. Мы благодарны донорам за финансовую поддержку. Без них ни один из этих проектов бы не состоялся. Бюджет фонда немногим больше, чем планировался, например, годом ранее. Мы сейчас закрываем этот год и ожидаем выполнения бюджета на 99%. Административные задания составят ориентировочно 17%, что, в общем, говорит о достаточно высокой эффективности. Под новые задачи, которые стояли перед фондом в 2020 году, мы обновили команду. На слайде хорошо видно, что у нас появился существенный контентный блок, усиленно образование и наука. При этом количество административного персонала осталось на том же уровне. В первом полугодии, во время перезапуска команды, у нас обрушилась медиатака, которая была особенно острой в Украине. И начиная с июня месяца мы перестроили полностью наше пиар-направление. И во второй половине 2020 года ситуация кардинально изменилась. Мы определили для себя три фокуса работы, увеличили долю своего присутствия в информпространстве, начали работать над контентом, сделали десятки мероприятий и спецпроектов в топовых украинских изданий. Таким образом, количество позитивных публикаций о фонде увеличилось в два раза. Это, в общем, хорошо видно из двух графиков, из графика и диаграммы. Слева это первое полугодие, справа это второе полугодие. В середине июня, июля, наблюдательный совет также утвердил трехмесячный план действий в отношении международного пиара. План был сформирован, чтобы создать платформу для изменения в принципе общественного дискурса, а также заложить некий фундамент для работы в 2021 году и 80-й годовщины. В результате, в 2020 году нам удалось изменить тональность сообщений о фонде западных СМИ с негативной на позитивной. Мы управляли повествованием о фонде, был заложен фундамент для последней коалиции в еврейском мире. Мы сформулировали план позиционирования коммуникаций на 2021 год. Семьдесят девятая годовщина Бабиева Яра и проекты фонда освещались многими ведущими мировыми СМИ. Было более 200 публикаций в прессе, в том числе и обширные материалы в Daily Mail, Deutschland Radio, на BBC. Подписание меморандума между фондами и правительством освещалось в Associated Press и было опубликовано не менее чем в 60 СМИ США и за их пределами, включая Вашингтон-Пост, ВИНДЕПЕНДЕНСЬ. Еврейский мир и израильская пресса также широко освещали деятельность нашего фонда. Программы, все юбилейные материалы, GTA, GNS, The Jerusalem Post и многие другие. Работа с госорганами была очень важным приоритетом в 2020 году. Мы подписали меморандум с Министерством культуры в присутствии президента Украины и я благодарен Рональду Лаудеру, который специально из Штатов прилетел на подписание. Наше мероприятие, посвященное 79-й годовщине, посетил президент, премьер, спикер парламента, духовенство, все другие важные гости. Мы в этом году презентовали программу и всю деятельность фонда Офису президента. Получили достаточно позитивную обратную связь. Был организован комитет по подготовке к 80-й годовщине трагедии Баби Ваяров, в который вошли менеджмент члены наблюдательного и общественного совета фонда. Основными долгосрочными фокусами международной деятельности были и остаются построения сети партнерских отношений с институциями Холокоста, политическими и гуманитарными организациями. Мы начали работу, в принципе, с подготовки исследований и стратегий по 13 ключевым странам и в дальнейшем непрерывно двигались в этом, системно двигались в этом русле. Несмотря на сложное начало 2020 года с медиатакой и пандемией, уже к сентябрю, благодаря в том числе нашим представителям в Израиле, мы подписали соглашение с Ядвашем, контракт с Центропой. В январе этого года мы подписываем контракт с Бундесархивом. Мы провели ряд мероприятий с депутатами Европарламента и получили подтверждение о готовности активного включения в 80-ю годовщину. Мы наладили контакты и были спикерами ключевых годовых конференций в Аэро, в Национальной коалиции в поддержку евразиатского еврейства. Все они готовы включаться в следующий год и в работу. Из важных мейлстоунов, которые у нас были запланированы на этот год, мы запустили общественный совет, мы подписали соглашение мировое и закрыли многолетнюю тяжбу с одним из основателей фонда Олсенфельдом. В течение многих лет велись споры, можно ли строить на нашей территории. И в этом году еврейские организации, которые нам дал главный раввин Израиля, сделали физические раскопки и определили четкие границы, где можно строить, где строить нельзя. И это открывает нам путь для дальнейшей работы. Что дальше? В 2021 году мы продолжим работу над нашими основными текущими проектами. Ключевыми будет создание архитектурного видения и концепции экспозиции. Это будет год 80-х годовщины, и все соответствующие мероприятия будут находиться в фокусе, и мы должны использовать этот момент. Также после получения соответствующих разрешений мы хотим реализовать ряд проектов на территории. В 2021 году мы совсем незначительно предложим усилить команду в части контента, в части пиара, в части административной части, добавить безопасность, функцию HR, внутреннего аудита. С точки зрения пиара в Украине, наша основная задача будет продолжить построение репутации фонда как ключевой глобальной украинской исследовательской культурной и мемориальной институции. Нашими основными целями будет работа в публичном поле над концепцией, которая сегодня будет представлена. Мы будем работать над наращиванием и усилением нашего голоса в медиапространстве, и наша задача продолжать актуализировать тему трагедии Баби-Вояра и изменение ее восприятия со стороны всех ключевых целевых аудиторий. Мы продолжим работу в плане GR, и это очень важно. В следующем году, поскольку у нас есть 80-е годовщина, и среди наших главных приоритетов и задач будет получение разрешения для реализации проектов на территории и построения первых музейных пространств. 80-е годовщина трагедии является ключевым событием 2021 года, поэтому одна из главнейших целей этого года – это познакомить мировых лидеров с темой «Холокост от Пульс», с трагедией Баби-Вояра, и в день 80-е годовщины провести памятные мероприятия с участием мировых лидеров совместно с украинским правительством. Немаловажной целью этого года также является создание благоприятной атмосферы для поддержки и одобрения художественной концепции музея среди всех наших целевых аудиторий. Нам важно позиционирование фонда как давно необходимого учреждения, освещающего нерассказанную историю Холокоста в Восточной Европе, и с Баби-Мьяром в качестве его символа. Позиционирование организации как активного и желанного участника в глобальном дистанциональном диалоге, посвященном памяти Холокоста. Такое позиционирование будет иметь решающее значение для потенциального сотрудничества и для будущего фонрайзинга. Мы также продолжим работу в наращивании коалиционных связей среди музеев, образовательных центров, академических кругов, с политическим эстеблишментом в Европарламенте, в Штатах, в Германии, в Израиле, в Польше. В 80-х годовщина здесь будет отправной точкой для тесного партнерства со всеми этими институциями. Наша ключевая стратегия здесь будет вовлечь музеи и институции и совместно реализовать выставки, сотрудничества, образовательные программы, презентации, архивные сотрудничества. Это коротко о 2020-м годе и планах на 2021 год. Я буду рад вопросам, готов ответить на вопрос. Спасибо большое. У нас очень большой вопрос следующий. Илья, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте. Спасибо всем большое, во-первых, за то, что многие из членов наблюдательного совета активно участвовали в течение года в работе над проектом, что также помогало в том, как мы формировали концепцию творческую, которая сейчас будет представлена. Надо сказать, что весь год мы работали над концепцией через воршопы, через тестирование некоторых проектов, то есть через действия. Это не было только теоретической работой. Тут надо, наверное, перейти на экран, когда можно видеть концепцию. Мы работали внутри большой команды, которая формировалась также в течение этого года. Это творческий концепт будущего музейного комплекса. Мы предполагаем, что это будет большой музейный комплекс, не только один музей, об этом будет рассказано позже. И, соответственно, и сам концепт, у него будут еще фазы разработки, более конкретные разработки по разным проектам. Но главная часть, которая представлена сейчас, это подход и метод. А сейчас я бы хотел представить настоящую интернациональную команду, которая работала над созданием этого концепта, потому что это такой большой пазл. Начнем с Ник Аксель, куратор, архитектурный критик, один из редакторов журнала «Эфлюкс Архитектуры», руководителя отдела архитектурного дизайна в Академии Герета Ритвельда в Амстердаме. Роберт-Ян Ван Пельт, профессор университета Ботерлова, исследователь Холокоста, является одним из ведущих экспертов по Освенцуму. Трой Конрад Терин, куратор архитектурных и цифровых инициатив в музее Гугенхайма, профессор архитектуры в Колумбийском университете. Инесс Вайсман, профессор в теории архитектуры в Королевском колледже Великобритании, а также директор Центра документальной архитектуры. Адриан Гардерри, французский дизайнер и музеограф, автор многих знаменитых музеев, дизайна этих музеев в части Луверлендса и других. Барбара Хольцер, профессор архитектуры и дизайна интерьера Школы искусственной Питера Бернса в Дюссельдорфе, также автор многих музеев, в том числе музеев Холокоста. Мартин Дин, доктор Мартин Дин, исследователь, историк, многие годы работавший в Скоттланд-Ярде, занимавшийся криминальным взглядом на историю через криминалистику, а затем работавший в музее Холокоста в Вашингтоне. Мануэль Херц, архитектор из Базеля, профессор Базельского университета, автор легендарной, уже ставший легендарной синагоги в Майнце. Сергей Лозница, украинский кинорежиссер, говорят Каннского и других фестивалей, а также украинской государственной премии Довженко. Руслан Ковоцук, заместитель генерального директора по академическим исследованиям. Вячеслав Мишиев, профессор, доктор медицинских наук, директор клинической больницы Киевской имени Павлова. Это огромная клиническая больница, самая большая в Украине, одна из самых больших в Европе. Это, собственно, место, где началась трагедия Бабиева Яра. Борис Беренфельд, доктор наук, профессор, директор и президент Международной лаборатории инновационных образовательных технологий. Это Анна Камышан, директор концептуальных исследовательских проектов. Максим Рахманико, директор Центра пространственной технологии. Ксения Марченко, один из директоров проекта ЯРМЕДИА и руководитель медианаправления. Олег Шавенко, директор направления коллекции, библиотеки и издательских проектов. Анна Фурман, руководитель проекта «Имена». Марина Абрамович, художник, лауреат Венецианского геннале. Дарья Джеромская, руководитель IT направления. Максим Яковер, генеральный директор. Алексей Макухин, исполнительный продюсер-директор. А сейчас я хочу передать слово заместителю генерального директора Максиму Руслану Ковыцуху. И Руслан расскажет о академических исследованиях и о том, как мы это формируем, как формируется концепция этой точки зрения. Пожалуйста, Руслан. Спасибо, Илья. Шановные члены Наглядовой Ради, дорогие коллеги, очень приятно вас всех видеть на таком важном сегодняшнем заседании. Мой выступ будет английской умовой, поэтому, пожалуйста, унимите переклад, если вам нужно. Руслан Ковыцух, как Илья сказал, I am deputy CEO responsible primarily for education and academic research. It goes without saying that research projects are an integral part of every Holocaust memorial initiative. Without academic research, no memorial has proper status and respect. A member of our academic council and Stanford University professor, Norman Leimert, once wrote, regretfully, Western representations of Holocaust memory often have only the vaguest understanding of the killing of Jews in the East. The mass shootings of Jews in German-occupied Soviet territory attracted less interest than the horrifying images of the gas chambers and crematoria. One could say the same of scholarly examinations of Bhabinyar in the West, which have been strikingly few and relatively recent. I can only add to that that unfortunately it is only not only in the West, but also in Ukraine that you will find rather limited expertise in Holocaust studies even today. A quarter of all Holocaust victims were killed on Ukrainian soil. And yet, only a couple of under-resourced Holocaust research institutes exist. Approximately 15 to 20 scholars work in this area. We still expect Ukrainian historians to write a comprehensive study that describes what actually happened and to include all the details about victims, perpetrators, and bystanders, as well as beneficiaries and rescuers, Ukrainians who saved Jews from Nazis, often with the price of their own lives and their family lives. Bhabinyar was one of the first and largest massacres of the Jews in the Nazi campaign of mass killings. In 1941-43, up to 70,000 Jews were killed in the ravine, including Ukrainians, Roman and Sinti, and Soviet prisoners of war of various nationalities. Altogether, up to 100,000 people were killed in Bhabinyar. We will never know the exact number. While I speak, you see photos of Johannes Helle, a German military photographer from Wehrmacht propaganda troops. These are the only known photos of Bhabinyar after the massacre. Bhabinyar is one of a few major Holocaust sites in the world. It is the only prominent place without a proper memorial. Hopefully, its construction will be completed while some survivors are still alive. The story of the Eastern European Holocaust by bullets remain largely untold and under-researched. Even in Bhabinyar, we're still working to recover names of victims, names of perpetrators, and some locals who helped the Nazis. We still need to focus our research on all areas to ensure all gaps are closed, to understand what actually happened and why. In 2021, we will have roughly 20 education and research projects. I'll briefly stop at most important ones. We plan to expand our oral history collection of witness interviews up to 2,000. We will launch our unique Red Dot education platform. We will continue to invest in advancing the Bhabinyar encyclopedia project, and we will initiate a number of bigger and smaller projects to learn more about different aspects of Jewish life before and during the war. We will, for the first time, translate and bring to Ukraine collections of documents about Einsatzgruppes that killed in Ukraine. We will study the role of Ukrainian nationalists in World War II and the Holocaust. We will study personal stories of righteous among the nations. We will conduct surveys of Bhabinyar tolerance index in the United States, Germany, Poland, and Ukraine. We will continue to invest in existing and new scholars who research Holocaust by bullets. Altogether, BYHMC research aims to create a solid foundation for the future memorial. When questions arise, we will, therefore, have the documents on which to base a fact-based understanding of the tragedy. We still have many discussions ongoing on this matter in Ukraine. There is no consensus on how to memorialize the Jewish victims, on how to represent the collaboration of local police auxiliaries, or on how to commemorate other victim groups and deal with their interests in addition to those of the Jews. We have an important mission. The BYHMC is an international organization, but for us, Ukrainians, it is an important mission to honor the victims of the Holocaust and to remember what happened on our land so that this does not happen to anyone else again. We are pleased to have the strong support of our international supervisory board. We also have Ukrainian and international first donors. and as you will see, we have now brilliant and diverse creative team. We have so much to offer and we have the greatest responsibility to unite international and Ukrainian community around our mission to expose the untold and long-suppressed story of the Holocaust in Ukraine and Eastern Europe by creating commemoration and education center that takes visitors through historically fact-based and emotional journey in order to influence generations to come for a better future. Thank you. Thank you very much, Ruslan. I'm trying to be short, because here we have a large, as you have understood, a large number of projects and they are very different. I'll tell you a few words that are the most important in the approach to the story that we are trying to tell. The tragedy of the Holocaust and the tragedy of Bobby Weyere in частности произошла около 80 лет назад. And today a generation of the last witnesses of the tragedy and in a hurry a direct connection of the time. The future generation has the opportunity to understand, to know, and to feel what happened 80 years ago. And the tragedy of Bobby Weyere and the tragedy of the Second World War begins to turn into the future of the times, even where the First World War was, Napoleon where the first is going to be in the middle of which it becomes abstract. Our task is to turn it into abstract into something alive, into something emotionally acting, into something that can cause a feeling of suffering, a feeling of love к ближнему, чувство стыда за человечество, которое допустило такую историю, чувство нежности и боли, утраты этого исчезнувшего убитого мира, уничтоженного, который был уничтожен, я говорю в данном случае про еврейский мир и так далее. Другие чувства, но прежде всего эти чувства должны быть в людях, потому что они должны касаться их самих. Потому что история Баби Веяры – это история каждого человека, это история соседей каждого человека, каждого города, каждой нации, это история мира. И вот наша цель – создать такое пространство, которое сделает историю Баби Веяры близкой и актуальной для любого человека, вне зависимости от нации, пола, возраста и религии. Наш центр Холокоста Баби Яр – это множество проектов и их авторов, как вы поняли. Это пазл, состоящий из трагических историй частных жизней, обстоятельств времени, соединяющих прошлое и время прошлого с пространством и временем настоящего и будущего. Вы сейчас видите на экране карту Холокоста в Восточной Европе, потому что мы также рассказываем о Холокосте в Восточной Европе. Это интерактивная карта. Мы также рассказываем и дальше уже, так сказать, укрупняемся на Холокост и события Холокоста в Украине, в отдельных городах, штеттлах, местах. И об этом также мы хотим подробно рассказать. Но главное, вы видите эти точки. Эти точки на самом деле люди, разные люди, разные судьбы. Все они родились в разные времена, имели разные биографии. Они были талантливые, менее талантливые, успешные, неуспешные. Но все они имели один и тот же трагический конец. Вот о каждом из них, голосом каждого из них мы хотим рассказывать нашу историю. Вот вы видите, как эти лица превращаются в точки. Этих точек множество. За каждой точкой судьба. За каждой судьбой потомки и предки, и эти все связи, которые мы пытаемся восстановить, и голоса, которые мы хотим дать возможность быть услышанными. Видите, как эти точки превращаются в пейзаж Бабиева Яра. И, собственно, Баби Яр становится местом памяти, потому что это все, так сказать, впитано в землю. Вы сейчас увидите ландшафт, то есть не ландшафт, а структуру самого Яра, там, где произошли события 1941-1943 годов, которые мы, собственно, и знаем больше всего. Но также в Репеховом Яре было знаменитой, знаменитой дело Беллиса. Там обнаружили мальчика Андрея в начале 20 века. В психиатрическом госпитале и менее действующем нацисты убили 752 пациента. Это тоже часть истории. Огромную часть территории занимают некрополь еврейского, украинского, кириллского, православного, мусульманского кладбища. Сырецкий концентрационный лагерь также является частью этой трагической истории, как и Куреневская трагедия, которая произошла в 1961 году. Все вместе это становится как бы единой территорией, физической территорией памяти. Вот на этой территории памяти, например, 152 гектара, мы бы хотели развернуть эту историю. Вот, собственно, перечисление пространства, возможно, музеев. Если мы их разделим на музеи, значит, это следующий музей. Музей трагедии Бабиева Яра 1941-1943 года, музей Холокоста в Украине и Восточной Европе. История места, музей истории места и Куреневской трагедии. История забвения Бабиева Яра, трагедии Бабиева Яра. Инсталляция жертв Бабиева Яра, их всех имен. Пространство для молитвы, где вы можете оказаться и в синагоге, и в христианской церкви, и в мечети, и в нерелигиозном пространстве, где можно подумать и вспомнить о тех, кто погиб. Научный образовательный центр, а также центр дискуссий. Медиатека, библиотека, архив, коллекция, образовательные и игровые площадки для детей и центр реабилитации после психологической травмы. Вот мы опять возвращаемся к структуре, собственно, основных событий 1941-1943 года и к времени прошлого, сегодняшнего дня и будущего. Сейчас мы покажем, как структурируются те проекты, которые вам будут сейчас представлены. Знания о Бабием Яре, проекты Баби-Яр-контекст, мультидисципциональные исследования Бабиева Яра, территории и истории, проекты имена. Затем построение памяти, памяти места, пути и остановки, как можно двигаться по смыслам и по физической, и ментальной территории. Это и архитектура, и само пространство памяти, и правда места, и станции, и проект документальной архитектуры, а также коллекции «Холокост» в Восточной Европе. Это все части этого блока. Социальные проекты – это Баби-Яр-медиа и образовательные проекты. А также примеры проектов, примеры того, как может метод и подход реализовываться на территории и физической территории. А также большой взгляд на этот проект, большая картинка, что мы, собственно говоря, делаем. Здесь и кристальная стена плача, здесь и Центр по изучению агрессии и посттравматической ментальной помощи. Здесь же и взгляд на еврейское, на пространство и время, пространство времени в иудаизме и абсолютно тоже конкретный проект синагоги. Вот через эти проекты мы и будем двигаться к этой презентации, а также мы сейчас показываем то, как образовать интерес к этому проекту, к этой теме через разные, может быть, не всегда впрямую имеющие отношения подходы. Конечно, мы говорим про историю образования, но здесь есть и медиа, и новые технологии, арт-инсталляции, и Центр психологической помощи, и парковая структура. То есть люди, приходя в это место, на эту территорию, с чем бы они ни приходили, чем бы они ни интересовались из того, что здесь перечислено, они все равно пройдут, неизбежно окажутся внутри знания и чувствования о трагедии Баби-Яра. А теперь основные принципы того, на чем, соответственно, базируется наш проект. Это место преобразования, это место памяти, место живой памяти, это место, где можно стать свидетелем стирания истории, это место, которое является свидетелем истории, это место изучения причин насилия, это место для развития эмпатии, это место изучения наследия, это место, которое объединяет сердца, это место, где можно почувствовать силу корней, это место для воссоединения с предками, это место для прозрачности в установлении фактов случившегося, это место, как путешествие в исчезнувший мир, место, чтобы вызвать воспоминания, место для совместного коллективного производства знаний, это место для самопознания. А сейчас я бы хотел представить проект Баби-Яр-Контекст. Баби-Яр-Контекст Сергея и Сергей Лозница расскажут о том, как этот проект работает. Нам нужно собирать еврейское население и расстреливать его. Население стояло окружено в густой цепи полицейских и ожидало свою судьбу. Ее жалкие истощенные руки были поднимут, и она что-то кричала. Что она кричала, я не знаю. Она кричала по еврейски. Их подводили близко к яму. Мусынцы сихми, тихо с осуществляют. Должны были стать лицом к нам. И таким образом были расстрелены. Добрый вечер, уважаемые члены наблюдательного совета, уважаемые коллеги. Идея этого проекта выросла из сценария игровой картины «Баби-Яр», которую мы должны были снимать в прошлом году в международной копродукции при поддержке Министерства культуры Украины. И будем снимать тогда, когда это станет возможным. Этим проектом я занимаюсь уже давно. Сценарий представляет собой мозаику эпизодов. Это не только расстрел в «Бабьем Яру» в сентябре 1941 года, но и события, сопутствующие этой трагедии, имеющие к ней прямое или косвенное отношение. Фильм будет состоять из игровых эпизодов и из архивных кадров. И хотелось бы, чтобы сплав игрового и документального изображения был настолько органичным, чтобы у зрителя не возникало сомнений, что он будет смотреть хронику. Так возникла идея собрать хронику того времени, смонтировать эпизоды, описывающие контекст произошедшего, и представить этот материал в цикле «Бабий Яр контекст». Как известно, сам расстрел в «Бабьем Яру» улицы города Киева в эти дни в кинохронике никак не представлены. Но нам удалось найти хронику, снятую в Киеве до и после расстрела. Например, вход немецких войск в Киев, взрыв Крещатика 24 сентября 1941 года. Событие, которое напрямую связано с принятием решения о расстрелах. Мы работаем с разными архивами, с бундесархивом в Берлине, с региональными немецкими архивами, с Красногорским архивом в России, с архивом пшеничного в Киеве. Ищем хронику, снятую на Украине, начиная с июня 1941 года. Таким серьезным поиском киноматериалов на эту тему в архивах разных стран, по-моему, никто еще не занимался. И поиск приносит неожиданное открытие. Так я нашел в Красногорском архиве весь материал киевского процесса над нацистскими преступниками. Процесс проходил в 1946 году. Из этого материала будет сделан отдельный документальный фильм. Кадры из этого фильма вы уже видели. Мы сотрудничаем с историками, экспертами, которые описывают и атрибутируют найденные материалы. Почти в каждом эпизоде есть титр с краткой исторической справкой. Я делаю эпизоды таким образом, чтобы дать возможность зрителю стать свидетелем события и почувствовать его кожей. В дальнейшем мы эти эпизоды будем использовать для инсталляции, погружающих посетителей мемориалов в атмосферу того времени, создающих иллюзии перемещения в другую историческую эпоху. Второй проект, который мы осуществим во время съемок игровой картины «Баби Яр» — это VR-инсталляция массовых сцен фильма. В фильме «Баби Яр» — 25 массовых сцен. Во время съемок фильма один из дублей мы будем снимать на VR-камеру. На основе этих материалов будет сделана инсталляция, в которой посетитель, зритель при помощи всех технических приспособлений сможет стать свидетелем сцены и ощутиться буквально внутри события. Разными способами, используя всю палитру жанров — документальный, игровой, VR — я пытаюсь поставить зрителя перед фактом трагедии. Хотелось бы, чтобы у зрителя, посетителя произошла психологическая встреча с трагедией, осознание ужаса, тяжести преступления, сопереживаний и размышлений над произошедшим. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. А сейчас мы перейдем к следующему проекту этого блока. К проекту междисциплинарных исследований, который нам предоставит Максим Рахманика. Это очень важный принцип, очень важный для нас проект, который, собственно, соединяет принципы работы с историей, с новыми технологиями, и с возможностью эмоционального подхода и подключения будущего посетителя к событиям уже далекого прошлого. Пожалуйста, Максим. Спасибо, Илья. Я рада возможности презентовать работу команды, нашей команды Центром Просторовых Технологий. Я расскажу про исследовательскую работу, суть которой в том, чтобы забрать все материалы, все, что мы знаем про Бабин Яр, в одну багатовимирную модель. От места, в котором был Бабин Яр в 40-х, почти ничего не осталось в результате радянского терраформинга. Тут видно карту 2024 года. И с самого начала работы с фондом мы взялись 3D модельювать территорию Бабиного Яра по этим старым топографическим картам. Тут вы видите, как уже оцифрованы топографические линьи педлиц в 3D. И выходят такие модели ландшафта. У нас есть модель станена на 24-й, 47-й. Сучасная модель. Наверное, между 24-м до расстрелов и 47-м письма расстрелов можно видеть изменения рельефа. И на такие модели можно накладать аэрофотознёмки. Это даёт возможность найти те элементы ландшафта, которые присутствуют как на фото, так и на нашей 3D модели. И, собственно, установить точные локации, тех мест, где каждая фотография была сделана, где стоял фотограф, и, соответственно, как виглядала территория в тот момент, когда Бабин Яр ещё был присутствием. Почему это так важливо? На начале нашей співпрации с фондом историки досі сперечались про место, где были сделаны фото. Были две основные версии, между ними был километр. Это может быть удивленным, считая, что тут только за два дня загинуло больше 30 тысяч людей. Но рельеф настолько изменился, что только благодаря такому ретельному анализу мелких элементов рельефа нам удалось установить эти локации с высокой точностью и доказовой. Так что больше суперечек нет. Тут вы видите карту Киева, на которой есть современная станция метро, но также на ней накладен Бабин Яр, и можно увидеть, где были сделаны фотографии. Что интересно, в результате того, что мы нашли где-то фотографии сделаны, нам еще удалось перемоделювать ландшафт так, чтобы сделать модель 1941-го года. Это важно, потому что подчас самих событий это место изменилось, уровень земли в Захидном Відрогу поднялся, и мы, власне, это замоделювали. Я скажу два слова про досліджение шляху, которым людей ввели в Бабин Яр подчас массовых расстрелов. Деякі из будівель, которые, например, из будівля на улице Илленка, которые были на цьому шляху, они до сих пор збереглись. Ми до цих будівель досить таки уважно ставилися, відсканували їх. И, например, цю же будівлю с такою вежею можно найти на хронике, якою з нами любвязно поділился пан Лознинця. Вот, власне, фотографии на шляху в Бабин Яр, які були відзняті в 43-му році, коли делегація журналістів прибула в Бабин Яр, и они шли повторюючи шлях людей в Бабин Яр. И тут ви бачите приклад того, про що я говорив, що 3D-модель і оці відео і фото, вони посилюють один одного. Вони не просто стоять поруч з іншим, ми можемо якісь фрагмети домоделювати, якісь речі краще розуміти, і з іншого боку, комунікувати дослідження для широкої публіки таким шляхом. Я трошки пізніше про це розповім. Важливим способом лакування цих фотографій була така робота. Коли ми знаходимо якісь маленькі кущі, травинки, загладимо їх на різних фотографіях, і це дає нам змогу зрозуміти рельєф, але, звичайно, розібратися було б неможливо без роботи істориків. І одним з істориків, на чій матеріалі ми багато опиралися, є Мартін Дін. Хриф, я хотіла почати Мартін з говорити, Мартін, чи ви вийні? Мартін, хай, макс, десь весьма особисто. Місце 2019 я спокровадся міський прорачів до вироти органію протисну техни, проєктні на теоріену Фабінар, і через Goodie, ми покровалися навчання в цістані на таблиці. Фрі я под愧ок 30 речі, I presented my findings to the Academic Council last August. By comparing the Hayler photographs with aerial photography and witness testimonies, we were able to identify and confirm the main shooting site in the Western Spur. The most important discovery was to identify the sand quarry clearly as the area where the Jews had to place their clothing into piles just before entering the shooting site across a ridge. From the start, the intention was also to reconstruct the historical terrain using a 3D model. Ilya recognized the potential of this approach, and last year he tasked Max in Spatial Tech with realizing it. As we have seen, the results are very impressive. The 3D model helps us to achieve many of the project goals, but also expanding the audience and the technical possibilities. Using the 3D model, we can not only reconstruct the terrain of Ballymira, which changed so much after the war, It also serves as a central framework in which various media, such as related images and testimonies, can be embedded, empowering people to visualize the terrain from any standpoint. Using this platform, testimonies regarding a certain place and time, or on a specific topic, will be linked, generating a thick description of what happened, helping us to get a sense for what it was like. The idea is not that the model will present a definitive version of history, but rather it serves as a flexible resource, so that users can form their own opinions by examining the evidence in context. Thus, the 3D model makes a new historical methodology, combining different media, such as maps, images and texts, available to everyone. So, many thanks go to Spatial Tech for this creative effort, and I look forward to making further major discoveries as the project applies this approach on a larger scale as we move ahead. Thank you. Thanks, Martin. I also want to add a bit about the research project. Sorry, I'll switch to Ukrainian. What I showed in terms of the photo and video, it would be impossible to do without working with the evidence. What you can see right now on the screen is the understanding of the evidence of one of the real events. It's a very complicated process and there were not all evidence of evidence in one place for them to work. И именно поэтому сейчас мы строим такую систему, в которой мы собираем не только фотографии видео-3D моделей, а и свидетельства про Баба Ниар. Вы видите, как в данном случае Рувим Израилевич Суштейн, его с погодой 1996 года, делятся на маленькие фрагменты, фрагменты выделяются, и каждый из этих фрагментов выделяется контент-анализ. Мы можем в тексте выделять топонимы, это места, которые вспоминают очевидцы, действующие, объекты, и таким образом мы можем посмотреть на эти события из разных перспектив. Мы можем выделить любую улицу, посмотреть, что люди сказали про то, что случилось в этом месте. Мы можем посмотреть спогоды конкретных людей, окременно анализировать спогоды немцев и жертв, которые вертувалися. И, власне, результатом нашей работы будут два основных продукта, в которых все эти материалы мы собираем в одно место. До 80-летнего года мы планируем построить такую веб-платформу, где кто-то может детально рассматривать модели с всеми фрагментами медиа, которые они нанесутся. Например, фотография с ее локацией. Оскільки в нас в свечениях есть светопонимы, которые могут нас на какую-то точку в карте привести. Мы можем выкладывать свечения на карту, какие-то 3D-модели, в которые можно так же потрапить, чтобы лучше понять события. Мы также начали работу над физической инсталляцией, в основе которой большой 15-метровый макет. Из этого макета можно достать такие зумины, ключевые локации. Например, это улица Ильянка, где видно, как люди идут в Бабин Яр. И такие фрагменты можно моделювать, давать их как отдельные сцены, до которых можно добавить много разных других форм контента. Тут видны примеры. Элементы макета могут быть кинетичными. Можно добавить медиа-экраны, проекции, бинокуляры и тому подобное. И, в основном, на данный момент, то, как мы уявляем себе эту инсталляцию, это такой ряд шарей. Каждый из которых репрезентует определенный исторический период. Например, сейчас внизу 41-й год. Сгори будут события, которые привели к тому, что сегодня мы Бабин Яр не можем узнать. Это засыпание его в конце 50-х. И Куреневская трагедия. И есть еще идея того, что, помимо того, как люди путешествуют по этой спирали часу и простору, они могут попасть на верхний уровень. И, сподіваясь, что эта инсталляция может быть где-то на территории Бабиного Яру, глядачі могли бы побачить такую панораму в своей территории. На этом у меня все. Я очень благодарю за внимание. Мы продолжаем работу. У нас будет много новых интересных материалов. И я уже чекаю наступных смог с вами поделиться. Дякую. Спасибо большое, Максим. Представит Анна Фурман. Пожалуйста, Анна. Дякую, Илля. Доброго дня, шановные члены Наглядового Рада и коллеги. Мы живем в той час, когда встанные святки Голокосту идут в жизнь. У майбутніх поколінь есть шанс почути их историю. Сучасные технологии позволяют нам установить этот звездок. Проект Голограма из священника тех, кто вижив, был разработан за участие фонда Стивена Спилберга и Дженезис Филантропи Групп. У создания Голограма используются машины навчания и штучный интеллект, на основе которого формуется реалистичная проекция человека из прошлого, которая рассказывает свою историю жизни, связанную с Голокостом. Пропоную подождите, как это работает. Что вы знаете про Бабий Яр? Про Бабий Яр в конце войны я практически узнал. Вот в 44-м году, когда я встретился с отцом, вот он мне тоже рассказывал, что очень много людей погибло в Бабий Яру. Особенно евреев, и цыган, и красноармейцев. Это Леонід Розенберг. Он родился в Киеве, стал войсковым, был назначен нагородами после войны. Его мати, брат и сестра были убиты нацистами в 41-м году. Эммигрувавши до Америки, он участвовал организацию «Союз ветеранов». Время создания Голограма Леонід ответил больше, чем на тысячу вопросов, которые могут возникнуть у потенциального разведывающего музея. Также больше, чем сотни камер записывали его с погодом под різными кутами. И Украина может быть одним из первых стран, где это будет реализовано. У проекции имена мы працюем с усима базами данных и в процессе створюем новую, найбільшую базу з связками и джерелами. Всього за рік мы знайшли больше, чем 900 новых имен жертв Бабиного Яра и вперше начали проводить региональные исследования. По відновленню имен жертв Голокосту в местах розстрілів в разных регионах Украины. На основе документальных свидетельств из архивных документов складываются истории загибших, которые будут использованы в экспозиции Мемориального парка. Ци объединені данные потрапляют до архива фонда, где собираются все ранее засекреченные документы из самых разных мест. Використовывается открытая структура безберегания и инструменты LinkedIn Data, что позволяет каждому проверить историю своей семьи, найти родителей через гнучку систему и получать швидку ответ на запись. Завдание архива – собрать розыграные знания про родину в великую историю поколения. Через новий користувальницкий досвід, софт і консультації, які людина може отримати в процесі роботи з документами. Ми працюємо над оцифруванням, не вибороково, а тотально, охоплюючи долі рівних людей – евреїв, українців, ромів, тих, чию національність ми не можемо встановити. В цьому році ми плануємо оцифрувати понад ніж 800 тисяч документів і охопити 10 регионів України. Наша мета на наступні 4 роки – зібрати найбільшу базу документів Голокосту, розширення в інших країнах Європи. Дякую за увагу. Дякую за перегляд! 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 and for people of all different backgrounds and identities. Places of burial should not be disturbed. This is not just a belief that we hold, but a tradition common to many religious and spiritual practices, including Judaism. Yet architecture requires foundations to build, which means excavating the earth. This poses us with a problem, or maybe even a contradiction. We need to rethink the way that we build. Any building is defined by how it treats the ground. So here in Babanyar, we need to rethink foundations. We need to rethink what it means to dig the earth, and what it means to dig in such a sacred ground as Babanyar. Principle number two. Natural elements present on the site itself should be used as primary building materials. Now, as much as we may try to not disturb the ground, the ground of Babanyar has already been very disturbed. But we should not repeat the mistakes of history with this project, building over, erasing, and forgetting the past. Instead, we should actually accept what has been done with the site. We should use the materiality of the site and its history as material. We should draw out its story. Because what we want is we want visitors to be able to experience its history. We want visitors to touch the past. Principle number three. A monumental historical form should lead to an immersive experience. The architecture of the museum should resonate with historical forms, like the Kurgan pictured here. It should be monumental, and it should evoke an ancient presence. It should have a thick threshold that crosses someone into the sublime in a fully immersive experience. Principle number four. Visitors should be able to explore the museum as they want and create a personal narrative. The museum should present itself as a labyrinth, providing visitors with numerous paths. And instead of having it presented to them, visitors should be invited to discover the narrative and to create a personal relationship with that history. Now, those are the four principles that we are currently working with. And alongside the development of these, we've engaged a number of dialogues from all over the world in dialogue to see how architecture might respond to the historical task at hand and what is at stake in this project. These conversations have helped us in further developing these principles and to get a better understanding of what should be done. Here, I won't be showing all of the ideas and approaches that we've received, but a few highlights. The architects Jan de Wilder and Inge Wink took particular interest in a building on site in the unfinished and abandoned extension to the psychiatric hospital. They proposed to strategically dismantle this building. Now, not as a way to destroy it, but as a way to use its material, to literally take its bricks and use them as the basis for a new structure, for a new museum. The architect Philippe Rahm noted the abundance of life that has grown on the site since the massacre of 1941. He proposed to think of the site as a whole as a living memorial. He also proposed to further this, to intensify this process of growth through the use of greenhouses to create a Garden of Eden, a paradise where plants can grow and species can be cultivated that would otherwise be impossible to grow in Kiev. The landscape architect Gunter Vogt made a number of proposals. I will be presenting one of them here, and you will see a number distributed throughout other presentations, but particularly dealing with the soil. In this proposal, he proposed to use soil from the site and perhaps mixing it with the earth from Jerusalem to create new bricks that can be used in walkways or even structures, almost reviving the history of the brick factory that caused the 1961 mudslide. Lastly, Watson Salambir proposed to re-sacralize the site, firstly by daylighting, by bringing the ancient streams of Babanyar back up to the surface. These streams that themselves created the ravine, let us not forget that the ravine is only there because of those streams, but which have for decades been buried underground. Secondly, they looked at how the sacred practices and rituals that used to take place on this site have effectively disappeared since the Nazi massacres. Babanyar had long been a place of ceremony, of ritual, and of burial. They proposed to re-establish this ancestral tradition and create a new space of burial to create new and active cemeteries for the people of Kiev and Ukraine. Now, these are just a few ideas that touch on some of the principles, but I do hope that they can serve as ways forward to think together and to develop them over the next year and the years to come. Thank you very much. Thank you very much, Nick. Thank you very much, Nick. And now I will ask Ann Kamushan to tell you about another part of the work about the territory, about the territory as a place of memory. Please, Ann. Ann Kamushan to tell you about the history of Babi-Yar, which is a place of memory of Babi-Yar. You know that Babi-Yar in 1941 was almost on the periphery of the city, on the edge of his life, but today it's almost the center. We now see how the territory of Babi-Yar was changed. And today, while we are here, it is impossible to understand and feel that these places are the place where the mass destruction happened. You know that the museum, the place of the museum is almost very close to the places of destruction. We have found it in this year more clearly. But today, while I'm here, nothing will tell us about it. It is impossible to feel the close to the history. We want to tell the territory about the territory. And we think that this is possible with a special method, which I will tell you today. We want to consider the place of Babi-Yar as a living archive and look at its history from the ancient times to the modern times. The change of the soil and the relief of its chemical and bacterial conditions, how the history of wildlife was developed there and the connection of all the living elements in the ecosystem, this place absorbed and dissolved in itself the tragic history of Babi-Yar. And it continues to grow there as a living memory, a memory of the people who died there. And became a part of this living system, not only in metaphorical sense, but also in direct. With a special type of post-processual archaeology and laboratory analysis, from nature and material evidence, it is possible to eliminate the narrative and talk about the history of Babi-Yar. And we hope that soon, we will have a team ready to do this, that soon this story will be told as in the inside, as in the inside, as in the outside. Babi-Yar is a part of Babi-Yar. The place where they are made for the history of the place, in the inside of the tragic events. Another project that I will tell you today, which is also based on the history of the place, is the navigation and how tools can tell Babi-Yar the history of Babi-Yar. We see that there are different layers of ancient history to modernity. And we are planning to move in two directions at the same time. First, it is the physical носitor, the most familiar. Second, it is the digital view. In special forms, these like the emblems of Babi-Yar, будут расположены по территории, и одновременно с этим цифровой формат навигации создат по всей поверхности Бабьего Яра цифровой ландшафт памяти. С помощью дополненной реальности можно будет персонализированно получить и исследовать информацию, которая невидима глазам. С помощью смартфонов или других устройств можно будет изучать историю места не только снаружи, но и во внутренних пространствах экспозиции. А также можно будет исследовать ее дома, еще до того, как придешь в пространство Бабьего Яра. Таким образом, мы надеемся, что навигация на территории цифровая на основании дополненной реальности и физическими элементами, эти два инструмента смогут сделать ландшафт Бабьего Яра ландшафтом памяти Бабьего Яра. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна. Вот вы видите, как, собственно, и место само тоже может рассказывать историю, продолжение этого о правде места и о когнитивной карте расскажет Барбара Хольцер. Пожалуйста, Барбара. Барбара Хольцер 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 Modularity, the system can be replaced, upgraded and enhanced. Extensibility, components that can be extended or reduced at any stage of their development. Scalability, these are modules that can be enlarged or scaled down at any time. And reconfiguration, as components that can be reorganized in order to deliver new meaning. Thank you very much. Thank you very much, Barbara. And now I will ask Adriana Gardere to tell you about the plan of the station, about the travel through the stoppings, the travel through the stoppings, the travel through the internal and internal space of Baby Vajara. Please, Adriana. Thank you, Ilia, and thank you, everyone, for this presentation, to which we are very, very happy to participate. As everyone would have understood by now, the whole project here, as Nick and Anna and Barbara explained, the goal, I'm trying to change page, but I don't know if I can, sorry, how can I do that? The whole goal, which is ours, is not only to consider a museum or a research centre or an intervention on the site, but to intervene and consider a site as a museum and as a centre, a place where, still difficult to change pages, thank you, the site as a whole environment in which to organise a path, a set of journeys and a set of deambulation and discoveries. And this puts us in the perspective of what Nick has explained also in terms of time. If you see, it is a project that is not only happening once, but is happening and unveiling itself through the years. In two years, we might have, as such, numbers of intervention. In five, we might have another set. And in ten years, we might even have more. This perspective, next please, thank you. This perspective allows us to envision the whole site as a museum and this whole site as different moments, different intervention, that could take and use the very tools and toolkits that were explained by Barbara to have different kinds of intervention, just as the one that explained Nick, but also relate to the site and relate to nature and relate to the environment, as Anna explained before. We work on words in order to pace and name the different moments of such a journey, such as arriving, entering, marching, stumbling, remembering, and so forth, and take advantage of the very specificities of the topography, the specificities of the sites, of the different event that happened on the site, but also of what exists on the sites as existing monument, existing landscape, existing architecture, or former monuments that could be and should be participating fully to the understanding of the history that unraveled itself on that site. Next, please. Those layers, whether they are the ones of the memorials, whether they are the ones of the monuments, and the ones of the different paths and the historical events, next, please, create a different journey that allows the whole site to become a place of understanding, a place of revealing, a place of experiencing, a place of learning, a place of remembering, and a place where the whole site becomes the museum itself. Next, please. In this regard, the journey and the whole park can be seen as a set of interventions and as a maze, as a journey and an incredible variety of paths and journeys throughout the site. Next, please. The different types of intervention can be very, very different from landscape, path, onways, landscaping, taking advantage of the trees and the vegetation, as Anna mentioned, stepping and signifying entrances, signifying passages, way throughs, framing the neighborhood, framing the space, framing the nature, creating the journeys as some of the architects that Nick mentioned were suggesting, taking advantage of existing fields and elements of the nature, but also, as Nick mentioned, intervention with very delicate architectures, such as this one of Louis Nishizawa and Tishima. Next. This idea, please, next, brings us the possibility of bringing and playing on what is indoor and what is outdoor, in the sense that we could bring through these sets of different interventions and pavilions, we could bring the inside in different spaces as well as we could bring the outdoor inside different pavilions. In this regard, we're very keen on talking and addressing domestic reconstructions and reconstitutions and being able to address the past, the memory and the souvenir of what was the life in such spaces. In this regard, immersive spaces, interactive spaces, but also experiencing spaces, such as these ones, where we would actually bring people into an environment, which, of course, we should and be careful, be very attentive to bring the content and knowledge, is an opportunity for different installations, but different also visual or light experiences. And also, as Anna mentioned, and Maxine developed, the uses of all the 3Ds and immersive technologies and the data that were developed by all the historians and researchers with whom we are collaborating. This idea that there are different moments throughout the park that are opportunities to unravel the content, to understand, but also, sorry, a bit of a fireman here, but also to remember, to pray, and to worship. So, the education dimension is, of course, extremely important in this regard. And with the same architects or landscape designers that Nick mentioned, such as Vogt, the first approach of what could be those interventions in the landscape, such as a village of children or little sites, have been already started to be addressed and started to be considered. There are very great examples in this regard, such as former Izamunogushi intervention and park that were designed back in the 70s, but also of other sites, next please, which he designed, where landscape, playground, content, feeling and relating to the land and to the soil in this very important dimension could also be very relevant and bring education and content at the core and at the core of the physical experience. Thank you very much. Thank you very much, Adrian. As you can see, Adrian and Barbara are two wonderful museum designers with a different perspective, with a different perspective on how you can build an exhibition, how you can work with it. And both of these perspectives can find place in the future of the museum and in the main building, which will be built, and in the additional buildings, which we propose also may exist on the territory. So, as well as the work with children, when you hear about the playroom, you also need to understand that we are not talking about entertaining things, we are talking about ways, about finding a language, when young people can already tell, find a form, in which they can understand what a person is, what a cruelty of life is, what a love is, what a suffering is. And for people who have a great experience of visiting different historical museums and Holocaust museums, I think it will be very interesting to hear the presentation of Ines Weissman about the work with medical architecture. Please, Ines. Yes, hello. Yes, I would like to present the method of the documentary architecture. It's actually a center I run called the Center for Documentary Architecture, but I also use it as an academic technique. But it's also a method for collaborative research and exhibition design. And at the heart of that method is the argument that we can study sites, memorial sites, such as Babi Yar, similar to buildings. We can read them as historical nexuses that bring together the history of its design and construction with that of the people that migrated to it and who in different periods made it their home. Following the premise of the documentary method, buildings and the ground on which they are sometimes stand can be read as a prism through which different histories are entangled and diffracted. Film documentation and the range of state of the arts digital documentation techniques can be used to explore the history of the site. A building could reveal not only biographies of architects, inhabitants and users, but also architectural details and construction materials as a form of memory. We can read the ground or the depth of the walls as made of accumulated material histories in which we can find evidence and clues that we can corroborate with documents, plans, photographs and witness accounts. As such, the work is as much that of the archaeologist as of the architect. So when we peel away layers of the surface, scratching its paint and study it at microscopic, even molecular scale, we reveal the layers of a fossilized past. And so for the Babi Yar site this method would allow for collaborative research to undertake a critical archival survey of the site and to study the transformation. With an emphasis on the way in which buildings, roadworks, landscaping, geology have negotiated the open wound of the site. And by exploring new historiographical techniques, new technological and material approaches to history and archaeology, we aim to further the historiography of the Holocaust in particular, and genocide studies in general. Thank you very much. Thank you very much, Ines. Ines, I want to mention that Ines now, she is suffering from coronavirus and absolutely heroically, however, she has all the power to participate in our presentation. We wish Ines better health of her family and her husband, her architect and researcher of criminal events, Ilya Weissman, founder of Forensic Architects, who also gave us great advice and helped us. May the Athenaiian timeline take us to the mysticism of the unknown. There is no background in international Fallatic Baruch Arachlan. To exception the smelled Коллекция, пожалуйста, Олег Шавенко. Продолжение следует... 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 а как результат совместной исследовательской деятельности. Позвольте проиллюстрировать это двумя примерами. Первый называется «Красные точки памяти времен войны и Холокоста». Здесь школьники – наследники памяти. Они интервьюируют несколько поколений своих семей в поисках сохранившихся воспоминаний Второй мировой войны и Холокоста. Записывают видео наиболее сильных воспоминаний, снабжают их метаданными о времени, месте и обстоятельстве событий, их участниках и так далее. И с помощью мобильных устройств загружают свои видео, транскрипты, интервью и метаданные на коллективную карту памяти. Здесь эти воспоминания доступны поиску и фильтрации по многим критериям и становятся таким образом объектом исторического анализа. Второй проект называется «Красные точки памятники». Мы его выполняем вместе с коллегами из Института истории Холокоста Восточной Европы, которые собрали предварительные данные об одной тысяче примерно памятниках жертвам Холокоста на территории Украины. К сожалению, состояние и точное расположение этих памятников, а также обстоятельства трагических событий, имена погибших, как правило, малоизучены или неизвестны. Памятники, о которых пока нет верифицированной информации, наносятся на коллективную карту нашей платформы в виде серых точек. При нажатии на них появляются карточки с той минимальной информацией, которая доступна сейчас. Но местные школы, работая с краеведами, исследуют историю захоронений. И по мере того, как они загружают полученные данные на коллективную карту памяти, серые точки превращаются в красные, символизируя, что в описании памятника появились его GPS-координаты, фотографии, план местности, воспоминания о местных жителях, об обстоятельствах трагедии, имена убитых, копии элевантных документов из домашних архивов или местных музеев. Вот только два памятника из предположительно трех тысяч, разбросанных по всем 27 регионам Украины. Вот памятный знак на месте расстрела 200 еврейских инженеров, мобилизованных на стрелец поставки Гитлера под Венецией. А здесь памятник, поставленный недалеко от древнего острога, где были зверски убиты 2500 юноши и девушек. Для реализации исследовательского подхода необходимо дать школьникам доступ к первоисточникам, инструменты исторического анализа вроде нашей платформы и превратить классы в аутентичные исторические лаборатории. Аутентичность, настоящесть вызывает доверие, стимулирует интерес к науке. Вопустники математических школ любят и знают математику, потому что в школе они занимались решением настоящих задач под руководством ученых-математиков. Поддерживать в школе аутентичные исследования в области истории Холокоста очень непросто. Станиславский однажды заметил, что для детей надо играть совершенно так же, как для взрослых, но только лучше и чище. Это в большей степени касается попыток вовлечения школьников в аутентичную исследовательскую деятельность. Но если это нам удастся, то возможно мы научим школьникам задавать вопросы прошлому из настоящего и поможем им возвести крохотные мемориалы Холокосту в своих умах и сердцах. И в этом мы видим нашу задачу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сейчас мы перейдем к проекту, который прокладывает в буквальном смысле мост между прошлым и настоящим. И говорит о настоящем и прошлым одновременно. Это медиапроект, ЯРМедиа. И представит его Ксения Марченко. Пожалуйста, Ксения. Прокладываем с теми ж минулим, сучасным, майбутнём. Я сподіваюсь, всі проекти, про які мы говорим, это проекти тонкие, глубокие, дослідницкие. Про них можно говорить не только в коротких презентаций. И великое вопрос для нас всех, как сделать эти проекти зрозумелыми, впознаванными, захоплюючими для людей, которые интересуются немного, а возможно, не интересуются, а возможно, очень хотят понять тенденции, тему Голокосту глубже и историю Бабиного Яру. И для этого мы начали думать про медиапроект ЯРМ, это такой интерактивный информационный проектир, который так или иначе отличается от медиа. И встание, я сподіваюсь, известным среди специалистов разных направлений, сделают доступную тему Голокосту и Бабиного Яру для широкого кола в Украине и за ее межами. Я зараз пропоную подбитись короткое видео. Яру – это медиапроект, на основе которого сильная визуальная история, это видно в нас часто на актуальные темы, и очень широко про Голокост, и точково про Бабин Яру. Это также видеодокумент перетворения самого места Бабиного Яру из места забутя в место живой памяти, очима и редакционной команды нашей, и также поглядами жителей в месте и в стране. Поясню, как это происходит через коррестовательскую возможность стать участником створения проекта, в основе которого есть дия. Это не только споживание контенту, то, что притаманно больше для информационного проекта, онлайн-оффлайн-оффлайн-оффлайн-оффлайн. То есть, что мы помним, что мы помним, чему мы помним. Мы говорим доступно про складное для аудитории от 16 лет. Это, скорее всего, те люди, кто, возможно, уже не осведомляет значение подій минулого, но чувствует их последствия и хочет в них разобраться. И, скорее всего, это не только информационная платформа, это такая возможность объединять людей и создать генерацию новых людей нового часа, активных, терпимых, уважных, эмпотийных до людини, природы, истории и разного типа иначества. Я, в свою очередь, актуализирую историю и историзирую современность, синтезирую науку и журналистику в разных аудиовизуальных и графических форматах, держится критичного, еще важного, и исследовательского подхода в разработке этих тем, балансирую в поглядах, монетирую тематику инклюзивности и токсинофобии, таким чином объединяя принципы журналістики, документалістики, ценностей фонду, а также науки. Таким чином мы створимем возможность для аудитории установить связки один с одним на основе спільных, зрозумелых ценностей. Медя-проект ЯР, безусловно, значно ширший, ніж информационная медяя, и мы прагнемо працювати в экспертных командах, которые складываются между дисциплинарных представителей разных сфер. Хотелось бы презентовать наши проекты на новых коммуникационных майданчиках, кроме зрозумелых онлайн-новых модельных платформ, также в конференции, выставках, фестивалах, тією медиамовою, яку мы разраблятимемо найближчим часом. Такие наши амбиции. Сподіваємось, Савдастя. Спасибо, Ксения. Как вы поняли, у нас очень много разных точек зрения, с разных сторон. Я говорил изначально, что этот проект полифонический. Мы подробно рассказывали о способе работы с историей, с историческим знанием, с конкретными фактами трагедии Холокоста, и в Баб-Миру, и в Украине, и в Восточной Европе. Но также мы хотим сейчас показать другую точку зрения, точнее говоря, более общий взгляд, как можно смотреть на эту трагедию, исходя из всей истории человечества и истории Вселенной даже. Не боюсь этого слова употребить здесь. И об этом, о большой картине, нам расскажет Трой Конрад Терин. Пожалуйста, Трой. Трой Конрад Терин. Трой Конрад Терин. Трой Конрад Терин. Их демониды, как Хомонеллети, did the same, пили импотя их dead километра underground в комплекс cave systems. They recognized, уже 300,000 years ago, a reflexive logic. We bury our dead in sacred places, and where we bury our dead becomes sacred. Our Neanderthal ancestors already began to manage this relationship with complex cave architectures 200,000 years ago. We brought this technology with us when we turned caves inside out and began to align stones with stars. The same alignments of the oldest and most humble are found much later in the most advanced. This is how sacred architecture marries microcosm and macrocosm across time. Why? Well, for one, because it seems to affect us. After conquering Egypt, Napoleon arranged to spend a night in the Great Pyramid. Afterwards, when asked about it, he apparently said, you wouldn't believe me if I told you. The more we study the brain under altered states of consciousness, the more we understand the sophisticated science of sacred structures. Scientists are now finding the frequencies that affect and the evidence that we've been experimenting with them for tens of thousands of years. And it continues. The Grand Arch of Paris of the late 20th century points to the rising star of the city's patron goddess and her birthplace on Earth at the Egyptian temple in Dendera. Architecting the relationship of sacred sites is as important as the design of the sites themselves. We see this at Stonehenge, where the same patterns in the landscape repeat at the scale of the structure. Marrying the dance of sun, moon, and stars with the Earth turns our tombs into wounds, machines for birthing the dead into the afterlife. These patterns also seem to organize our most holy cities, like Jerusalem. Here, at its two focal points, are the most sacred stones in Judaism and Christianity, the Rock of Foundation and Golgotha. Likely built on the foundations of a Roman pagan temple, the axis of the Muslim holy sites on the Temple Mount today point towards Mecca. The western wall of the Temple Mount is the city's megalithic remnant. Continuing it northwards reveals something remarkable. Of the near-infinite places, it could intersect. It points right to Babanyar. Babanyar is also at a significant latitude, the place where stone circles like Stonehenge seem to be clustered all over the Earth, where the ideal spherical Earth meets the imperfect real Earth. The area was also home to an outpost of perhaps our oldest civilization, the 25,000-year-old settlement. The same culture was responsible for our oldest astronomically aligned stone sanctuary, Kamyon and Moyla, in southern Ukraine. It is known by some as the Stone Library, due to the vast carvings found in the over 40 caves on the site, possibly our oldest texts. This was the centerpiece of a culture that left sophisticated burial mounds across Eurasia. These were people that knew how to treat their dead. And they likely did it 10,000 years before similar technology, complete with all the celestial alignments, was used in North America. Forging the complex marriage between Earth and sky seems to be just what humans do to care for our dead. Cutting into the Ukrainian mounds reveals a multi-level architecture. Not unlike their American counterparts, these were sites of mass burials of not just humans. In the Ukrainian context, timber cremation pits, timber cremation tombs over serpentine pits were covered in river silt, then topsoil and capped with statues. The same diagram seems to have played out unwittingly at Babinyar. This is the circular logic that just seems to happen at holy places. So let's not forget that sacred comes from the Latin sacer, which means worthy of sacrifice. The sacred is not simply the holy. It marries the unholy and the taboo. Holocaust, mudslide, environmental neglect, seemingly haunted places can be turned into holy ones if only we are willing to transcend taboo. This may sound like ancient history, but the need and thirst for the sacred always surges in times of urgency and emergency and existential uncertainty. This is already evident in the magical bias of pop culture and high culture. The most popular Guggenheim exhibition ever was a 2019 installation of a little-known Swedish mystic who channeled altarpieces. As if she conjured Frank Lloyd Wright's building itself, she painted them for a temple of spirit not yet built, only to be shown a century later. As Eleanor Hartley put it in a review, times of upheaval inspire a search for alternative understandings of reality. So this is what I would argue. Pilgrimage will be the new museum tourism. People want to and need to feel something, not just see something. We need new rituals as much as we need new sacred spaces for them. Thank you. Thank you very much, Troy. We have left a little bit until the end of our presentation, about a few more elements. Our project is working with the participation in the project, they work and develop their ideas by a number of outstanding modern artists who are offering their installations, their projects that could be placed both in the museum and on the territory. And now I will introduce one of the famous modern artists, Marino Abramovich, who will say a few words about their participation in the project. Holocaust Memory Center, BAMI-R, is the project that is so important in our time right now. Young generation lost the contact with memory of the past. Young generation don't have any more that recollection like my generation. We have to think about the project, in my case, which is to deal with performative elements. I want the public to interact. I want the public to have emotions. I want the young generation to actually connect and reconnect with the past and see it, you know, and experience not just past, but also the future. Marino works with several projects. One of them is a project that is related to user experience Visitor Journey. Another one is a crystal wall with crystals on which water is like a black wall and a whole range of other projects. What is the meaning of this kind of project? How do we not have a direct relationship to the history of the Holocaust Museum? The meaning of the context is to generate a stream of people, who are interested in the themes or other areas of modern art, for example, and do not know about the Holocaust. But, when they enter into this stream, they will inevitably meet with a tragic story, which we want to tell and they will be able to feel better. And now we will move on to another important part related to psychology and psychiatry. It is a center for research agressions and post-traumatic mental health and think I'll be able to talk about it. Это очень простые решения, которые, как и эти вопросы, также знакомы любому человеку, живущему на сегодняшний день. Пожалуйста, видео. Продолжение следует... 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 any project that is going to be realized in a big city it will be the city authority so it will be also the availability of resources and so on and maybe even some of the decisions by the board but then in an older kind of car the car that i still drive at 2000 bmw you also have a clutch and the clutch is quite on quite often an underappreciated tool because what the clutch has to do is to in some way allow one universe one gear to communicate a next one to in some way even the second into the third gear and and i see my role very much as that of a clutch now which are the two gears that need to be connected the first gear of course is the gear we're all involved with which is the site of babi yar the event as a as we understand it in history in history as we historians describe it and i'm a historian of the holocaust a history that describes this event as being located at the first major event at babi yar the 29th and the 30th of september 1941. but there's also this other universe and this other universe has been largely absent in our discussion today and that of course is the universe that was destroyed the jewish universe a jewish world which in many ways overlaps with our world but also has some important distinctions exactly exactly and especially in the traditional jewish culture that was erased by the nazis for example when we talk about uh september uh september 29th of 1941 we have to remember that it was actually the 8th day of the year 5702 which had begun at 6 31 pm on september 21 and that by the september 30th the evening of september 30th at 6 15 pm when most of the 33 000 jews had been murdered in the site that actually that was the beginning of yom kippur and that those people who had been murdered had eight days before nine days before had wished each other a a sweet year la shana tova had been casting off their sins at the banks of the river neper in the days that were separated had been visiting neighbors and friends and family members and even rivals to ask for forgiveness for wrongs done in the year year 5701 so this was a jewish context of the catastrophe of that is babi yar and so what i tried to do uh in in the in the architectural board in some way to restore some of the jewish dimension of uh of of what happened in 1941 in the year 5002 but also uh some of the jewish dimensions today and i've done that with a an artist we have been working on a book that was triggered by this project uh it is going to be called how beautiful are your tents or jacob and it is a book basically that tries through the images created by mark potwell a new york-based um artist who some of you will know because of his work in the new york times the op-ed page of the new york times but also because of his jewish art which i'm showing here uh and and accompanying text by myself to in some way trace that universe that the nazis tried to destroy so it's very important to remember that uh that 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 before the holocaust uh in many jewish cities and towns and and shtetls all over europe there was a second calendar the jewish calendar and the jewish calendar and the christian calendar were not perfectly coordinated that in fact there was friction between those two calendars but also opportunity that for example uh what would happen that 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 the jewish doctor would be able to work on christmas because uh christmas was not the jewish doctor's holiday so that non-jewish boys would be able to help out on shabbat a so-called shabbos cause uh because uh jewish boys would not be able to do that on that day so it is important to in some way restore the jewish temporality into uh into our project because in some way temporality is for jews more important than space we are struggling with an enormous space but ultimately the jewish tradition in fact thinks that time is more important than space at the beginning of the bible right in genesis 1 the only thing that is actually called holy is a shabbat it's a day it's not a place the next slide please so this also then in some way becomes becomes very clear and we see here two torah scrolls a big one and a small one the whole idea that what ultimately god promised to abraham was not really a place but a people a people that was going to be expressed in a sequence of generations and we see older generations passes on its wisdom to the younger generation and again it is important to know that the jewish emphasis of what this world is about is ledor vedor from generation to generation it is a people in time and not in space and this of course then also points out the singular catastrophe of the holocaust that is that the nazis try to break the sequence of generations and in that sense try to annul uh god's promise to abraham the next slide please so when when we start looking then at this this in some way the suppression of the sanctity of space and 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 the promulgation of the sanctity of time it's also to know important to know then that in fact uh there are no sacred spaces in judaism the synagogue is not a sacred space and that when we we use the word synagogue assembly or shul the yiddish word for synagogue which means school this is very clear and and of course the use of the word temple by the reform movement in that sense is actually a misuse of a religious concept for what is essentially a secular space and all in 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 the suppression of space also comes the suppression of articulation in space a synagogue is a very egalitarian space all men in orthodox synagogues and men and women also in the conservative and the progressive movement are equal and in some way are even equal to god there's a strange kind of intimacy with god in the synagogue who's more like a neighbor than a king a tenderness in the relationship between jews and their god that is unique and again that is not understandable when one thinks in the traditional distinction between god priests saints mary jesus and ordinary humans you have in the christian tradition the next slide and all of this really came to uh to to a most profound kind of embodiment in eastern european jewry in the jewry that evolved in the pale of settlement of the tsarist empire uh if there is indeed a jewish exceptionalism in the history of humankind which is that exceptionalism that in some way emphasizes the importance of time over space that emphasizes the egalitarianism that comes out of that that emphasizes also the importance of this completely different calendar from the christian one then in some way the place where the golden age of this judaism uh unfolded was uh the pale of settlement and in particular uh the uh traditional area of the ukraine and so it is in that spirit and that i would like to um give the stage to my friend and manuel hurts thank you ilia and thank you robert yan beautiful thoughts on the theme of time and space in judaism to give you a glimpse of previous work in mainz it was my aim to create a synagogue that is truly public that is open to the whole population of minds minds magenza which is maybe one of the most important cities in the history of judaism in europe but more importantly it was this topic of the relationship between space and judaism that robert yan spoke about that drove the design of the synagogue my response was the theme of writing we have for example rigid religious poetry so called piyotim that were written in minds 1000 years ago on the interior walls of the synagogue it becomes a building where this creative power of the diaspora is celebrated and linked back to the contemporary city but back to babinyar one of the first steps will be to establish a new synagogue and i'm extremely honored to be its architect just to orient yourself we have a specific site that is located next to the menorah square close to the central part of babinyar if we conceptualize the synagogue in its purest essence we can consider it as a book during religious service a congregation the minyan comes together to collectively read a book the sidur or of course the bible this shared reading of the book opens a world of morals a world of wisdom a world of history and of anecdotes to the congregation and it is this notion that informs the design of the new synagogue i took this idea and combined it with a very different type of book something that is quite playful which is the pop-up book the pop-up book is this magic book in a way that unfolds into three dimensions from the flat object of a book when we open it new worlds unfold that we could not have imagined before i believe few can resist the temptation of opening up these books of wonders and explore them this quality of a wonder and a new universe that unfolds is exactly what i wanted to create in the location of babinyar the site is located just behind the menorah square within the trees the building sits on a wooden platform when closed the building is a flat vertical structure that is manually opened and then unfolds into the three-dimensional space of the synagogue the opening process is a collective ritual performed by the congregation as a manual and physical task the building will be constructed almost exclusively out of wood the wood will be sourced from old oak coming from all parts of ukraine this will make sure that the building will have a unifying quality down to the very material used in its construction the wood is more than 100 years old it will therefore connect the time before the massacre to the contemporary era the interior walls are decorated with prayers and blessings celebrating reawakening we will have the main prayers such as the shema israel or the kaddish on the walls of the historic synagogue we found that it is a perfect theme for the new synagogue here we see how the synagogue opens and how the space itself is unfolding subsequently the bima which is the reading platform in the center and the benches and the women's balcony is unfolding into this new universe that has opened by reading the book together the ceiling is painted with a myriad of symbols and iconography referencing the interior of the historic synagogues of ukraine from the 17th and 18th century that have since been been destroyed celebrating a colorful universe that will become visible above the heads of the visitors to the synagogue so that a visit to the synagogue will be a moment of awe a moment of wonder and maybe even rejoice just to mark where we are in the process we have completed all the construction drawings construction should start any day and we hope to complete within a few weeks i believe that the dynamic quality of the building is very important not only because it is a new ritual and a collective process but also because it has a subtly it does not impose itself on the territory in a way it has a very tender approach to the ground this ground which is almost sacred i will finish with this image showing in an evening setting the menorah in the foreground and the synagogue in between the the trees with a warm colorful light lighting up the area celebrating a rebirth of living jewelry on the side today thank you спасибо большое мануэль это собственно был последний последняя часть презентации и я очень благодарен всем членам удовлетворительного совета за терпение и за время которое вы потратили на нашу такую в общем длинную очень сложную презентацию вот уже полифония многоголосие разные голоса разные проекты это сложно так сказать одновременно воспринимать наверное но тем не менее мы постарались показать вот как бы масштаб и разнообразие того как мы подходим и к реализации будущего проекта через 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 действия и в частности вот проект синагоги выдающийся архитектором мануэль и херц это тоже большая для нас радость что такой проект может осуществляться и таким образом давать развитие развитие всему проекту большая часть проектов будущего года это проекты которые основаны и исходят из тех проектов которые вы видели внутри этой презентации это и синагога который вы только что видели архитектурные проекты связанные с разработкой основного здания других дополнительных зданий проектов территории включая ландшафтную архитектуру проекты связанные с мобильными другими выставками с выставкой 80-летию проекты имена у которых целый еще большой большие перспективы для развития это создание центра посттравматического здоровья как бы оздоровление психологического центра это проект коллекции и целый ряд проектов связанных с 3d моделями проекты связанные с с фильмами которые представлял сергей лозница проекты связанные с изданием книг и фото архивов онлайн проект медиа который вам был представлен проекты связанные с разговором это тоже связаны с современным диалогом с жителями современной украины онлайн проект проект онлайн музея который позволяет вне зависимости от нахождения и ситуации с коронавирусом или не дай бог другими болезнями или обстоятельствами знать что происходит связанным с нашим музеем проект цифровой библиотеки проект библиотеки и не цифровой проект соседи и целый ряд еще других проектов которых собственно говоря которые ну вот в основном основные все проекты вы видели внутри концепта и в зависимости от вашего мнения от вашей реакции мы будем понимать можем ли мы двигаться так же двигаться через действия осуществляя развивая одновременно разные проекты и концентрируя конечно же вокруг самой трагедии бебева яра и способа рассказа об этой трагедии спасибо всем большое за внимание вы меня слышите сейчас да да илья илья большое спасибо и вам и всему коллективу и максу и руслану и всем нашим профессионалам потому что это очень по моему это очень впечатляет это очень интересно это безусловно показывает насколько этот музей и учебный центр будет и и хорошим и в то же самое время иным чем многие другие центры галакаста и в то же самое время безусловно дополняющим то огромную ну тот огромный вакуум который еще существует во всем исследовании галакаста конечно никто не может ожидать от нас членов наблюдательного совета что мы будем специалистами одновременно во всех этих направлениях я я точно не являюсь специалистом всех направлениях но тем не менее то что от нас как членов наблюдательного совета требуется на данный момент это выскать свое мнение или свою поддержку или не поддержку принципу концепции потому что заложено и очень важно для для нормальной работы это утверждение тех принцип тех направлений которые мы слушали как направлении работы наших профессионалов следующее в двадцать первом году но то есть но прежде чем я буду поставить на голосование естественно если кто-то из членов наблюдательного совета хочет высказать свое мнение согласие несогласие дополнения возражения вопросы то это тот момент когда это надо сделать прежде чем мы перейдем голосование спасибо или огромное спасибо всем всем это очень очень импрессивно то что столько молодых лиц и и серьезных профессионалов и сразу из трех или четырех поколений занято этим это очень спасибо окей слушайте ребята мы просидели два с половиной часа так же время позднее поэтому если есть вопросы или возражения или вопросы это ваша последняя возможность сейчас сказать мы обязаны заканчивать нэйтан я окей я просто потому что мы большинство нас уже партии вещественно в этом дискушном двадцать вовремя методом это важно что вы говорили что вы говорили очень высокая при этом все Это очень впечатляет, все разные вещи. Это инновативно, но в то же время, как Михаил сказал, что есть эмоция, это очень эмоциональная. И я знаю, из моего премьера в УНЕСКО, о многих проблемах, особенно о Холокосте, что это не очень удобно, даже когда есть очевидные моменты. Таким образом, я думаю, что команда на правильном направлении. Я просто хочу поговорить на один вопрос, что я думаю, Герман сказал, Герман Канн, прохеренство проекта. Потому что мы смотрим на разные вещи, и они очень прекрасны. Их один из них очень много в том, что нужно. И мы надеемся, и я очень, как это очень важно, это очень важно сохранять, правильный проект, это не такое, что такое много молодого, и сейчас это еще более трат". Я думаю, что это важно сейчас это жирно кончистически. Похеренство. Это реально не идея, это таких чумов, но в кередии, но в ходу взрослую дистанцию. Герман Канн 소득изирует самое важное. когда мы поговорим. Я просто хотел сказать, что я согласен. Я согласен. Я согласен. Но я согласен. Потому что есть так много направлений по которым нашим команде это очень важно что есть базе фундамент и настройка. Это музеем о волокосте. Это о памяти. Это о трагедии. И, на самом деле, это дает нам множество возможностей для того, чтобы это проблема. Я полностью согласен. И очень важен. Я могу сказать что ответили. Александр Крещенский? Олег, я не смогу сказать. Это все веки, что я сказал вам за это месяц. Это очень величина. Илья, у команды, приглаш ahead. Это очень впечатляет. Это очень очень впечатляет. Это очень качество. И I think you are obliged to continue this job, and I think this centre can be really something unique. Not a repetition of many Holocaust centres in the world, but something new, which is also not against this good tradition of Holocaust centres, but will enrich this idea how to show this strategy and how to find the language of the communication with the young generation. Because I think that is something that, in my opinion, is very promising in your project, that finally we have a chance to speak with the new generation. This idea is connected very much with the construction of Ilya's team, because what Nathan mentioned, we have three or four generations, and that's great, because you can exchange your sensitivity, your visions, etc. And in my opinion, because of this young generation is so much involved, we have a chance that because of you, because of your engagement, we'll find this language of communication, of education, of everything that is necessary to do with the youngest generation. That is a difficult task, because eight years after Babi Yar, it means that, frankly speaking, the witnesses of this strategy are the last years, if they exist, they are in the last years of their life. So this is important that we can create such interesting concept, which will be the place of education for young people and the communication with young people. So to the protocol, I want to say that I support these projects very much. I think it's necessary to continue this coherence. That is something very important, what Irina underlined. But maybe at the end of the day, it would be necessary to eliminate or to discuss, if it really is possible to do everything. But that is not for today. I think all these projects, all these puzzles, I think, are okay. And this general picture of the center of Babi Yar looks very, very impressive and even fascinating. So thank you. Congratulations. Natan, may I have a word? I don't hear you. First of all, let me thank you for this wonderful and really awesome presentation. I want to say special thank you to all the team in Ukraine and certainly to Ilya, but also to Max and Ruslan and all other people who are working on it, because they are making every day a tremendous job. And I'm very much impressed with what I've seen. Also, I want to emphasize just two very important moments that I think are present already in this presentation and which I believe need to be preserved and be integral part of the museum and exposition. First of all, is to make the context of Babi Yar tragedy and generally the all exposition part of the whole world picture of historical moment. And I think that everything that was said here partly or to some extent is already, you know, kind of... So this concept is already on the way, on the go. And I think it's very important that we don't make some special museum, a special event, which is only about this event, but also make sure that this is a part of the whole story. And I like all these concepts, historical concepts, and also psychological things that were told about memory. All these, you know, questionnaires that we've seen. It's very impressive and I think it should be here. Another thing is the opposite, is that we make sure that this unique museum, which is going to be situated in the heart of Ukraine in our capital, will also reflect Ukrainian part of the story. Ukrainian part of the story of Holocaust, Ukrainian part of the story of World War II, and then of the land which are we all living in. And I think that combination of these two, the world context and national context, will create a great success. And certainly, as an artistic person, I also appreciate the variety of forms. And I think that today's 21st century new contemporary form of the events we're talking about and presentation of it will be very helpful. And I'm not afraid of having, you know, some out-of-the-box solutions in form. I think it will only help to attract different audiences. And thank you very much, and I hope we are going to the right direction. Thank you, Slava. Okay, so are there any more remarks from the members of our Council? I agree with what my predecessors have said. Allow me to stress one point, which was also mentioned. The holograms. I think this is a very important idea, because we are, at the moment, in a situation where the many of the witnesses of the time are disappearing. And I think this could be, based on the new technology and on the collection of the information, of the time, at least an important instrument and symbol for overcoming this challenge. That witnesses of the time of this terrible crime are passing away. And there will be a gap. I think this is a very important element in your conception. This should be stressed. Are there any more remarks from the members of our Council? If not, then I thank you again, all our team. And I thank you, all of you, for your patience and for your investing your time and attention and knowledge to this project. And I think we, with every, I hope, every year, we'll be more and more proud of this unique work, which is taking place. And so now I have to bring it to vote. If the members of our наблюдateli совет are approving the conceptual approach to this museum and approving that those directions in which we were presented will be the directions of the work of our professional team in the year 2021. Those who agree with this, no, we'll say again. Those who are against, please raise hand or say that you are against. Those who are abstain, please say or raise your hand that you abstain. And because I don't hear anybody and don't see the raise hands. So I understand that we approve the concept and we approve these directions of the work for the year 2021. Yes. Okay. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Okay. And a lot of help to everybody. Thank you. Thank you. Thank you.